Хризантенки мои живут, слава богу. Это вам, мои дорогие, тем, у кого уже ничего нет, никаких цветов. Один снег снежок, белая метелица, эти синюшки, эти уже все. Но я их не трогаю, пусть будут. Тут пооткрывала, да? Мороза пока нет. Вот. Ну, уже прям привяла, все хорошо по-осеннему. Эти пообрезала, да, и вот так вот. Вот тут молодежь лезет зачем-то. Не надо, но вот она. Вот, прикрыла этим, пообрезала и прикрыла. Пусть здесь стоят, сняла оттуда, чтобы более-менее не под совсем открытым небом, да? Ну, а синюшки эти тут еще вовсе меня радуют. Рыжая лиса. Рыжая лиса. Ну и роза еще. Светит и пахнет. Поздоровилась. Теперь с вами так. Здравствуйте. Прекрасные люди. Доброго времени суток всем, дорогие мои друзья. У нас пасмурно, пасмурно. Но, слава богу, не минусовая температура. Вчера прям было сыро, так. Сегодня немножко был чуть-чуть мелкий дождик, но сейчас дождика нет. И в воздухе не сильная сырость наблюдается. Гидромедцентр информирует. Все, пойдемте в квартиру. Расскажу, покажу, чем занималась, чем заниматься буду. Так, перейдем к рабочему месту. Мой рабочий место. Мой рабочий мест, да? В общем, в шапочке она влажноватая еще. Сейчас опять повешаю, да? Я ее то этой стороной, то другой стороной вешаю. Ну, здесь с этой стороны ничего не изменилось. Как я говорила в последнем видео, в крайнем видео, я решила, ну, надо было чуть-чуть край подтянуть, да, здесь. И поняла, что вот где уши, да, вот это место нужно еще и утеплить. Вязала я, как говорила, в две ниточки, да, тут вот эти ангора и беби меринос. Сейчас варежки вяжу. В две нити, но надо было в три, надо было ангоры две. Потому что, ну, для такого времени уже она прохладновастенькая. Ну, и покажу. Так, громко не судить. Вчера по-быстрому. Думаю, чтобы закончить, да, я связала. Подшила, она не тянет, но после стирки, видите, подшила немножко, видимо, или это после стирки вот это полотно вытянулось. Вот здесь еще на одну ниточку, вот ангора, я провязала это место, да, и подшила просто. Ниточки остаются. Здесь верхушку я так и оставляю ниточку всегда и в носках, и в шапках, да. Здесь у меня и конец нити обрывался, добавляла узелочек остался. Ну, не убираю, да. Вот, ну и, в общем, вот таким способом довязала и подшила. Здесь тоже был конец нити, добавляла. Нужно было туда спрятать под эту. Ну, хорошая мысля приходит и после, да. Главное, не тянет. Слышите, что опять делает? Лиська! Засранец! Вот здесь он уже рычит, он опять его достает. Ну, и вот здесь решила сделать зад, отметить, чтобы внуча знала, где зад. Вот такие же тоже хвостюли оставила. И вот ниточку сюда пропустила, да, чтобы она знала, где зад у этой шапули. Ну, и теперь, когда я вчера одела ее, да, перед тем, как постирать, думаю, уже, чтобы знать, все ли хорошо, точно этого хватит, точно в одну нить хватит. Да, одела и прям, знаете, прям вот как надо было. Вот, и теперь знаю точно, что в три нити вязать надо, да, две нити ангоры. Ну, и варежки начала. Захотела вот такие пупырышки, да, вязать вот на резиночке. Я их провязала три ряда. Хотела менять местами, да, вот, видно, вот они, они. Ну, и вот этот вот ряд, он утонул, потому что я их провязывала в изнаночную петлю, да. Ну, хотела, чтобы не в ряд они были, да. И этот ряд утонул. Ну, теперь повторю так же и на второй, ничего страшного, ладно, пусть будет так. Он оказался у меня на изнанке, да. Вот он, этот ряд оказался на изнанке. Я его провязывала меньше делала эти, да. Здесь на четыре петли, а вот этот решила на три сделать посередке. Ну, и он мало того, что меньше, еще и ушел. Но я увидела видео, я, как говорила, я много кого смотрю, да. И одна из вязальщиц, тоже украиночка, она как раз показывала, у нее тоже как раз, вот, совпадение прям. Болезнь пошла на вот эти вот кругляши. И красиво, мне нравится. Вот они как такие, ну, не буду говорить как, но мне понравилось. Захотелось, прям вот в голове нарисовалась, да, эта картинка. Здесь просто вяжу, как это, две петли, как типа английская, с тыльной стороны, да, как типа английская резинка, что ли. Ну, просилось что-то на тыльную сторону, да, но никакого рисунка не хотела утяжелять, да, варежечки для внучи. Этого достаточно. Думала сделать вот эти кругляши вот так отпустить, да, в две линии или в одну. Но потом, думаю, вот именно вот так. Так, пусть будет, не будет утяжелять в то же время, но и вроде как что-то есть. Я все уже отвязала, достаточное количество петель для того, чтобы отделять пальчик большой, да. И здесь, Валюш, если будешь меня смотреть, четыре раза я вот это вот место перевязывала, потому что свяжу, посмотрю, вроде пойдет. Отойду, что-нибудь отвлекусь, подохожу, а нет. Лиська, засранец, опять распущу, опять включаю тебя и опять пошла. И так четыре раза. И вот сейчас я дошла до вот этих вот наикрасивейших тоже пумпочек. У меня, вот я салфетку вязала, тут вот эти пумпочки и думаю, о, мне сюда они нужны. И они организовались. Это тоже перевязывала. Потому что сперва начала простой резинкой, да. И вот, эта салфетка навеяла сюда эти кругляши. И вот я провязала, да. Но сегодня я планирую еще хотя бы два ряда пронестись. И мне кажется, фолдит или не фолдит. Что-то я, может, неправильно... Ну, в общем, еще два ряда провяжу, будет видно, да. Ну, вот. Мне уже нравится. Уже очень сильно нравится. Вяжу. Вот. Вот чем я пока занята, да. Надо носки уже, Сангора, тоже вязать на подарок. То, что меня просили. И... Ну, пока я закончу вот сейчас варежки. Закончу, надеюсь, салфетку. Это параллельно будет, да. Это не салфетка, а как снежинка будет большая. Валюша сама придумала схему, да. Вот. И, конечно же, шапка для бабули начатая лежит. Вот в мешочке, вон там добросовестно со всей пряжей. Что, да, носки. И надо начинать для дочи, да. С той шерсти меня прям чешет уже, чешет. Надо начинать полувер или кофточка, или как она там называется, да. Но сперва закончу это, самое срочное. И дочи митинги тоже хочется связать. Что-то типа такого, но из черной. Черная ангора, по-моему, у меня есть. Или кашемир черный. И плюс добавлю вот с этого сундучка. Черный, вон, бэби-меренос у меня есть, да. Это бэби-меренос. Это все для внучи запасы. Ну и для дочи черный применю. Она, если будет носить митинги, то только черного цвета, да. Вот. В общем, вот такие дела еще не отдала. Ну, шапка теперь высохнет. Теперь уже точно. Уверена на сто процентов, что она теплая. И уже можно будет в ночь отдавать. И сегодня этот. Вот видите, у меня спицы, да. У меня два набора вот таких спиц. Вот цветные они, да. Вот таких полным-полнющих, просто деревянных. И у меня Лиська мой, замечательный артист. Утащил одну спицу. Вот с троечки, да. У меня порядок в доме. У меня все лежит по своим местам. Но, вот стыдно признаться, я не могу найти спицу уже с весны. Куда он ее делал? Уже и мебель передвигалась за это время. И отодвигалась, да. И мылась там. И палас, чтобы вот этот вот, да. Он тоже уже поднимался. И не раз под ним мылась. Нету спицы. Вот нету спицы, и все. И мне пришлось вот из простого деревянного, из простых деревянных сюда одну взять. Она даже, по-моему, 3,25. Ну, ничего страшного. Ничего страшного, да. А сегодня прямо на моих глазах. Сидел тут. Я вам повставляю кусочки. И вот этой вот ниточкой вот же ангура я прошивала вчера, да. И она лежит у меня здесь. Он посидел-посидел, берет ее зубками и понес на моих глазах. Я, эй, вор, обнаглел. И чуть не утащил еще и мою иглу. Засранец прям. Петли не считает, да. Напугал ему. Петли считал, считал. Да, никому ничего не делал. Все. Считай, считай. Считай, петли. Считай, чтобы я не сбилась. У вас есть шкаф с хвостом? У меня есть. Чудо-дей снова в роли. Эй, шкаф с хвостом. Шевелит. Хвост со шкафом. Или шкаф с хвостом. К вам как лучше обращаться? Ты снова занял позицию? Ты снова занял позицию? Отже. Отже даже не знаешь, как это назвать, а? Отже даже не знаешь, как это назвать. Что-то, что-то, сразу в руки. Сразу в руки. Он проказов вчера напроказничал. Я его сегодня говорю с утра. Гладить тебя не буду. А он подлизывается. Он что мне только тут не делает? Что мне только эта кукла не делает, а? Ризия, моя любимая кукла. Я сказала, гладить не буду. Он и так, и сяк, и подлизывается тут по-всякому. И в губы лезет целоваться. И мне всю руку уже обстукал. Села повязать, он же не дает. Не дает. Ну, желаете? Ну, желаете. Он садится вот тут вот и ряды меня считает. И петли считает, да? Я уже говорю, да ладно, уже все. Я уже тебе все простила. Уже поглажу тебя. Уже ладно, все. Но нет здесь. Вот он знает. Вот он знает про козы такая моя. Вот это про козы по зюбе. Хлёп, 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 хлёп. Прокозюля. Охота. Сынок привез, не вынесла еще. Прокозюля. Хвост вот он. Мне прям в нос. Все, убирай свою попу. Убирай. Все. И вот тут надо мной сидит. И надо мной, и сбок меня, и передо мной, и везде. И вот когда он напрокозюльничает, он на следующий день уже, он мне все вылежит, меня все оботрет, слюнями своими обмотает. Ай же прокозюля, видите? Вот таким способом он прощит прощения. Ага, давай еще меня на руку смотрите, хочет на руку на мою железь. Нет, я не удержу. Ой. Айда. 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 Ты что делаешь? Он не дает зимние проходы, он зимние проходы не дает, это прокозюля. Прокозюля наделает делов, а потом Сёма вчера стриг. Сильно стриг. Шерсть в разные стороны. Эх, там барба шла. С Сёмой ты не поиграешь, ему же говорю, играться охота. А Сёма как начал рычать, как начал с ним драться, а этот же и потом не уступает. Ах, 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 ах. Перья в разные стороны летели. Пришлось вмешиваться. Пришлось вмешиваться. Наругала его сильно, накричала на него сильно. Вот он потом знал, он потом прийти, сел. А сегодня с утра, вот. Вон чё. А с утра, вон чё. Ха-ха-ха. Прокозюля. Посмотри сюда. И. Свои бездежие глаза, покажи. Людям, покажи свои бездежие глазки. Вон, как ты? Как ты, Сёма вчера стриг? М? Расскажи людям. Вот. Покажи свой бездежий взгляд. Ай. Артисты. Артисты. Воробей. Эй, воробей. Что ты там на улице ещё следишь? Вот так и развлекаемся. Не даёт вязать мне? Не даёт. Так, Наташа мне напомнила о омлете. А я давным-давно его не делала. Давным-давнюща, да? Чтобы пышный получился. Я вспоминаю, в Казахстане мы, по-моему, добавляли соды пищевой немножко. Либо разрыхлитель. И я решила сделать так. Но я знаю, что ещё в духовке делается. В общем, я на два яичка, так как я буду есть это одна. Доча это вообще не ест. Пацаны ещё были, как-то ели. Я буду делать, как я всегда делала, да? То есть, притушивать лук, добавлять что-нибудь. Сегодня будет зелёный горошек из банки. Так как мне нужна водичка из горошка. Другое дело тоже покажу. Масло сливочное вот закидываю. Сделаю на сковородке так, как мы делали, с добавлением разрыхлителя. С добавлением сейчас буду тушить лук. Добавлю горошек. Но вообще добавляла ещё здесь зелёный горошек замороженный, да? Тоже его чуть-чуть протушила на сковороде. Вот, с луком или без. Это уже как хотите. Либо с луком отдельно, с горошком отдельно. Сделаю на сковороде по старинке. А в духовке сделаю отдельно, без добавления пищевой соды, да? Там дольше будет, вот. Как тоже по старинке. В общем, всё. Сейчас тушу, не обжариваю, а тушу лук. Каждому сколько угодно, если так любите, да? С добавлением немножко сахара посыпаю, как всегда. Лук тогда вкуснее, раскрывается лучше. Пока лук у меня утушивается, да, я два яйца беру. На каждое яйцо вообще положено 50 миллилитров молока. 100 миллилитров молока, вот я отмерила на два яйца, да? Так как ещё буду делать в духовке, поэтому... Лук я сахаром посыпала. Сюда соль. Надо ещё чуть-чуть. Потому что лук солить не буду. Хотя я его поперчу. Я его поперчу, да? Вот. Два яичка я взбиваю. У вас яйца и молоко, желательно, чтобы были комнатной температуры. Но у меня в данный момент они тоже не комнатные, но они одной температуры в холодильнике. Яйца и молоко, да? Мне подготовилась вы ранее. В общем, сильно их взбивать не надо, ну так, нормально, чтобы соль немножко разошлась, да? Сейчас лук помешает уже. Чтобы он у меня не поджарился. Если вы хотите поджаренный, то можете поджарить, да? Но я его протушиваю хорошо. Вот, теперь выливаю. Можете этим миксером, да? Пробить немножко яйца. Хорошо они должны смешаться и погружиться. Молоко, смешиваться и солью. И в духовку я потом буду про духовку говорить, когда будет писать. А в сковородке крышкой будет накрываться. Так, чуть не забыла, что я собиралась чуть-чуть развертлитель для заполадать, да? Вот, вот этого будет достаточно. Нет, еще что-то. Что-то. Вот, ну, два раза как на кончике, да? Вот, хорошо сейчас пробиваю это тоже. Чтоб комочком нигде не взялся, да? Лук у меня практически готов. Хотела сказать про крышку, да? Крышку не открывать. Так как и духовку тоже не открывать потом. Ну, это потом буду. Вот, потихонечку, чтоб этот огонь стоял не сильный. Все надо, ко всему надо относиться аккуратненько, да? Так лук хочет у меня тут уже поджариться. Не дадел. Так, сейчас лук уже, я чувствую, готов. Я его припадаю. Вот, так. Я добавляю перец. Смесь перцев, да? Здесь еще чуточку. Зеленый горошек, да? Надо вместе с луком. Практически. Чуть-чуть только прихватился, притушился. Если зеленый, замороженный именно горошек, да? Чтоб он успел пропариться и чуть-чуть сок свой отдать. Ну, он чтоб выпарился этот сок, да? Иначе у вас лишница... Ой, омлет будет водянистый. Здесь у меня горошек я сливала. Зеленая маленькая баночка. 200 грамм, да? Вот. Кажется, что сок... У меня курица отсюда немножко, да? Уже сливала, ставила у нас. Все равно еще остался чуть-чуть. Конечно, у меня двоих са будет маловато. На количество этого я сейчас, наверное, подобью. Ох, есть не перец. У меня и так еды полно, которую ем только я. Добавлю еще одно яйцо. Сюда добавлю. Всего огня. Еще одно яйцо. И еще 50 миллиметров молока. Отмерим. Извиняюсь за шум. Мы здесь сегодня чем говорим. Доча тебе, я себе. Так, еще раз перемешиваю чуть-чуть. Ух, чтобы он меня поджарился. Затайник такой. Вот все. И ставьте огонь. Силу огня, мощность огня, как ее назвать. Как дела? Опять перепадим. Разравниваем все это дело, да? Упс. Ты куда? Ускакал. Все, я между тройкой и двойкой пока ставлю. Потом, может быть, еще поменьше надо сделать. Есть не переистине сегодня. Заливаем с Богом. На духовку приведу. Не буду мыть. Закрываю крышкой. И омлет, он, конечно же, когда будет готов, он немножечко при... Когда вы... Извиняюсь. Когда вы поднимите крышку, да? У меня здесь дырдочка. Это ничего страшного. Мы можем даже сделать вот так. Чуть-чуть ее прикрыть. Вот так. Когда он будет готов, между тройкой и двойкой у меня плита до девятки, да? Не спешите, потихонечку. Вот. Пусть он стоит, готовится. Когда будет готов, видно будет, да? Поднимите крышку. Сразу не поднимайте. Выключите и дайте еще минутки, две, три, ну, пять постоять, да? Потом открываете крышку. И, конечно, он же присядет после того, как вы откройте крышку. Хоть как вы выворачиваетесь, он присядет. И в духовке то же самое. Да, но факт то, что он будет пропеченный, он должен подняться у нас. В общем, будем посмотреть. Давно уже этим не занималась. Так. Пойду пока своих пушистиков кормить. Так. Для духовки, да, я взяла маленькую формочку такую, потому что буду на два яйца. Сейчас смажу ее с маслом прям моргильным хорошо, да? За сковородку. Через две минуты я смотрю, да, по тому, как оно поднимается там и как себя ведет. Через две минуты я сразу поставила на четыре, да, мощность огня. Смотрите, по состоянию, как она себя ведет там. Сейчас уже буквально перед тем, как подключилась, на пятерку поставила, да? Но это я буду регулировать. Вот. Здесь смешала два яйца с солью просто. Еще раз. 100 миллилитров молока, как я и сказала, на одно яйцо 50 миллилитров, да? Это еще советский хуримон. В памяти торчит. В памяти торчит. Духовка разливается на 180 градусов. Вверх-вниз. Обязательно это делать на листе, в форме, да? Потому что, может, здесь сюда пищевую не добавляю, ничего. Это как вообще раньше, по-моему, даже в садиках так делали. Но так как я в садиках все время сбегала, я не помню. О, лето там. Я помню, что какао нам давали, компот вроде бы. Это я еще помню, с печеньками там. А вообще остальную всю еду не помню. Но я всеядная. Вот. Маслица взяла, да? И прям хорошо вот так вот все ее по ребрышкам прям все хорошо вот так вот там смажу. В общем, сейчас смажу и подключусь. Сковородку я так и держу на пятерке. Там, вы видите, у меня с духовки вот это все хранится в духовке. Ну, много всякого, да? Вот, видите, она там подшебуркиваться начинает. И это дает мне понять, что мне нужна мощность огня вернуть. Вот, видите, не совсем на тройке. Вот. Так, чуть-чуть. Вот тройке. 2,90. 2,90. Видите, она немножко приподнимается. Ну, сильно она не поднимется, так как там лук, да? В общем, неопознанные агенты находятся. Ну, она пропечется. Я ее даже сейчас на двоечку. Так, вот, на двоечку поставила. И так как у меня сковородка широкая, да? Подъем ее не сильно-то заметен будет. Все. Еще раз хорошо проколошмачу. Проколошмачу. Чу-чу. 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 Все, заливаю в эту форму. И отправляю в духовку. Все, отправила в духовку на 180 градусов. Оно будет там подольше. 180 у меня определителя нет. 200, 150. Посередке я понимаю, что где-то 180. Приблизительно, да? Ну, 165. Вот так вот. В общем, все, печется. С соком из горошка, да? Вот этим вот. Я буду делать постный майонез из сока с горошком. Ну, не только с ним, да? Много чего. Как-то еще, наверное, весной мне Вера написала, просила, ну, как мы делали постный майонез, да? Раньше в Казахстане мы делали при помощи крахмала и муки. Ну, это два разных, да? Или с крахмала, или с муки добавления. Но это, знаете, это на большого любителя. Вот. Можно добавлять в салаты, да, все, но нет. И я недавно наткнулась на рецепт вот именно такой. Думаю, что... Ну, сыграла на вкусовых рецепторах моих, да? И я решила и с вами поделиться, если вы не знаете. Вот. И сама же попробую. Опробую его и скажу, да? В общем, 50 миллилитров сока горошка, да? Там в рецепте, где я видела, девушка права, 80. Я же сейчас все подкорректирую, да, под эти 50. Так как у меня маленькая баночка была. Сейчас я блендером погружным вот этим вот буду пробивать вот этот сок без никто, да? Пока он не станет белым. Ну, естественно, не буду делать на камеру, потому что будет шум сильный. Несколько взмахов, и он стал белым, да? Ну, я его подороже, подольше еще, извиняюсь. А теперь соль, да? Там было пол чайной ложки, так как у меня 50, я чуть-чуть меньше, чем половина чайной ложки сделаю, да? Вот еще чуть. Вот так. Сахар была чайная ложка, но я сделаю почти чайную ложку, вот, без бугра, без никто. Вот, чайную ложечку, да? Так, есть. И чайную ложку горчицы. Ну, и до открываться. Потому что она не помешает, вот так, да, у меня. Видите, здесь нету, здесь есть. Ну, еще вот так вот, чайную ложку, да? Корчицы сюда же, вот так вот. Все, забирай. Добавлю, да, кое-что новое осталось. Сейчас опять пробью, и потом будем дальше. Все, я смешала это, эти ингредиенты, да? Теперь добавляю столовую ложку лимонной кислоты, или 9-ти процентного уксуса столовую ложку, да? Так. Так. Тоже сейчас это смешаю, и потом буду вводить подсолнечное масло 250-300 мл. В зависимости, как она сказала, от какой густоты вы хотите иметь майонез, да? Ну, сейчас это пробью, а потом буду масло, когда добавлять, вливать, и, наверное, чуть-чуть, пару этапов покажу. Я не стала жужжать, да? Больше половины масла я влила уже. Смотрите, какая густота. Вам видно? Вот он стекает, да? Ну, вот он, вот по стакану, да? Он еще жидковатый. Поэтому сразу весь не бухайте, да? Потихонечку. И пробивайте хорошо. Вот так показала один, да? Больше не буду. Сейчас это буду потихонечку вливать, да? Смотреть на загустение, чтобы не перенасытить подсолнечным маслом. Вот, посмотрите, у меня 100 мл. Ой, еще осталось, да, масло. А майонез, вот посмотрите, буду вытаскивать. Ну, падай. Он густой. Сейчас ложкой вам покажу. Вытащу на салфетку. Один момент. Я снова здесь. Это даже не надо было мне это. Вот, смотрите, он кусками падает, видите? Я думаю, что достаточно, потому что он сейчас прогрет, да? И он загустеет в холодильнике. Поэтому, смотрите. Мне получилось, хватило 150 мл. Послушаем масло. Слушайте. Вкусный майонез, товарищи. Ну вот, постный. На вкус. Очень вкусный. Я его еще чуть-чуть попробиваю. Пукает. Когда опускаешь. Ммм. Все, масло не добавляю. Чуть-чуть с кислинкой переборщил. Прям самую малость, знаете, лимонной кислоты. Но нормально. Прям вызывает слюноотделение сразу. Вкусно. Очень вкусно. Все, сейчас попробиваю еще немножко и переложу в другую посудину. Ой, я тут перекладываю. Я решила подключиться, чтобы... Вот, смотрите. Он нормальной густоты, да? Он постоит в холодильнике. И еще загустеет. Так, доделаю без вас. Да, а то свинья что-то... Ой, ой, ой. Пошку, надо помнить, утопила. В общем, наипрекраснейший майонез. Без яиц. Ну, в общем, вот, да? Баночка майонеза. Здесь у меня сколько миллилитров? 230 грамм. Написано, эта баночка. Попробиваю, закрываю, отправляю в холодильник. Сейчас... Сейчас вам покажу... Ой, тут у меня бардак. Все это время я котов покормила, да? Сходила. А... Занялась майонезом. Вот, видите, она все это время там стоит. Пекется, печется. Минут 30, наверное, она точно будет, да? Вот, говорит, вроде бы уже готовая, да? Но серединка, видите, упала. Я не открывала. Открывать нельзя. Вот. Но я ее еще подержу. Пусть постоит, подумает над своим поведением. А здесь... Это чуть-чуть приопустилось. Вот теперь я могу смело крышку открывать. Да? Сейчас, подождите, я вас... Ой, отключу. Уперу крышку и нарежу с вами. То, что она опустилась, это нормально, как я и говорила, да? С духовки она тоже опустится. Сейчас заделается. Так, вам... Все видно. Да, вроде бы. Вроде бы вам все видно. И там в красной сумке рядом лыжи. Так, не видно вам. Вам их я теперь лыжи нашу, потому что холодный период пришел к нам. И на кухне, конечно же, отстегиваю их. Вот. Чуть-чуть прижарилась, да, снизу. Но упала, да? Вот. И прижарилась. Но мне это даже нравится. Это я пошла котовками, да, и не обратила внимания на них. Ну, забыла очень, если честно. Надо было уже потушить, а я все еще... Сейчас с этой стороны. Она вкусная. О, вам не видно. Вот, да. Ну, опускается, да. На пышный... Я сейчас посмотрю, да. Ну, и количество есть здесь. Три яйца, да, было. И 150 миллилитров молока. Посмотрим, вытащим. Вытащу с духовки, да. Гляну еще раз на него. Да, пусть раздумывает еще стоит. Вот. Потом она постоит при выключенной. Как я говорила, минуты две, три, а то и пять. Потом я ее только буду вытаскивать. Уже вытаскивать буду вместе с вами. Решила еще раз подключиться, уже хотела вести, да. И вот-вот тут отстегнула на краешки, вот. Вот такая она снизу должна получиться. Это я вот ушла, да, такая вся деловая. Думала, она у меня не забалует, и она забаловала, снизу прижарилась, да. Но она тоже вкусная, мне пойдет. Вот такая она и снизу должна получиться, да. Сейчас вот еще. Вот по краю, где она, серединка она прижарилась, да. А это, вот, видите, отсюда идет уже прижаренная. Вот тут она вот такая должна получиться. Поэтому не ходите котов кормить, пока у вас яичница, ой, это, омлет на плите, да. Вкусненько. Все, пошла кушать. Посмотрите, как оно упало. Боком даже не знаю, как показать. Горячая еще. Она упала очень хорошо. Стояла, да, я выключила уже. Минут сорок, наверное, это все дело пеклось. Я не знаю, делала ли я что-то правильно или неправильно, да. Но, по-моему, все как и должно быть. Сейчас попробуем вытащить. Идем. Вот, она стояла в духовке минуты три. Выключила духовку и оставила так же закрытой, не открывала, да. Потом я приоткрыла чуть-чуть. Вот даже видно она. У меня так сейчас... Я всегда ее оставляю приоткрытой немножко, чтобы она вычихалась. Чтобы запах выпечки выветрился, да, немного. Ну, и тепло вышло оттуда. Я приоткрыла совсем, ну, вот так вот, да, ее. И оставила еще постоять. Еще пять минут где-то она так постояла, да. Ну, и вот, смотрите. Пока она стояла при открытой духовке, она начала падать. Вон она. Они. Велируевская чашечка. Ты выпадешь, или? Или? Да, выпала, по-моему. Ты поглянь. Ну, ты ж поглянь, скользкая. О, и совсем. И совсем. Ну, более-менее, да. Она хоть держится гряденькая. Ну, вот в духовке лучше делать, да. Но... Хотя у меня раньше... Ой, совсем падает. Разрезала я, ну, смотрите, совсем падает. Хотя в сковородке, да, это я на малое количество яиц, думаю, сейчас к вам подключусь. Лицом, так сказать, блесну. Сейчас еще бардак не убрала, ничего. Хожу туда-сюда, дело делаю. Ну, вот. Вот аж. Я не знаю, или я... Вкусно пахнет. Или у меня уже руки засеклись. Но она была у меня на сковороде, она выше даже получалась, чем вот сейчас здесь-то получилась. Тут-то она пышненькая, видишь, пока. На сковородке она у меня так не падала. Вот как я показывала, да. И половину ее съела. Но она вкусная, да. Но на любителя. Кто хочет, тот добавляет, да. И в сковородке, я говорю, она у меня пышнее получалась. Почему? Упала. Может быть, надо было открыть крышку. Ну, не упала, а осела, да. А приоткрыть, наверное, надо было крышку, а не оставлять закрытой до самого конца. Да, ее на горячей плите надо было с плиты сдвинуть, наверное. Хотя, опять же, резкая температура, резкая смена температуры, да, тоже влияет на это, на пышность. Вот тут. Видите, осела. Вот. А что, аж морщинку как будто бы сделала. Вот. Потому что она была пышная, высокая. Да. Ну, в общем, вот так. Смотрите сами. В общем, омлет. Спасибо большое, Наташа, что напомнила мне. Я про него и забыла. Я говорю, забываю вообще то, что я люблю или то, что я ем, да. Не сказать, что я люблю омлет. Ее, его, то его, то ее. У меня к яйцам отношение такое двоякое, да. Потому что иногда прям захочется на маслице, да, такой запах. Чувствую прям запах, если смотрю где-нибудь кино или видео, кто-нибудь яйца там поджарит, да. Хочется. Не столько те яйца, сколько я люблю желточек, чтобы был жиденький, да, яйца поджарить. И на сливочном масле. И вот это сливочное масло вымакивать в масло хлебом и в желток. Извращенка, короче. Желточек. И вот это есть белок я есть не могу. Ну, я его поем, да, если я сильно голодная. Но потом у меня желудок встает и все. Говорит, работать не буду. Вот так. И поэтому, да, а вот омлет я делала более-менее, да. Вот более-менее яйца проползали ко мне. А я не знаю, что не так. Или я рука уже отвыкла, да. Ну, потому что последний раз я делала омлет, ну, как минимум, семь лет назад. Семь лет назад. Это еще в той квартире, в первой, когда мы сюда приехали, да. Потому что пацаны, они время от времени ели. Я если делала, я знала, что они тоже будут есть. А так как сюда переехали, хоть и младший сын был со мной, но я омлет не делала. Он больше любит лук тушеный. Тушеный лук. Это мы с Казахстаном тоже. Это осенью первая наша еда, когда лук закупали. Ну, я выращивала лук, но в малых количествах получалось, да. Вот. Уходило все на изготовление салатов вот этих вот, да, на зиму. Помидоры я дольками солила тоже. Если кому-то надо, напишите. Я напишу, как именно, да, или сделаю баночку, покажу. Вот, резанные помидоры с луком. Тоже вот так я любила. А помидоры, огурцы я не ела соленые. Это редкость большая, чтобы я ела. Вот. Ну, и лук. Когда по осени мы мешок большой сразу закупали на всю зиму, да. И первое, что мы делали, пока до рыгочки не доешься, мы тушили лук. Ну, я в детстве его любила, мы его тушили, да. И потом пацаны мои подсели, да. И младший сын, он прям сильно любит его. И вот именно, чтобы он тушеный был, да. Вот сахарочком, первым делом сахарочком посыпаешь, да. Он сперва чуть-чуть протушится. В масле сливочном, да. Ну, масло сливочное ограничительно. Вот. И протушивается. Потом с сахаром посыпаешь. И вот с сахаром потом перемешиваешь, да. Он тушится. Он такой не поджаренный, вот в том-то и дело. Но в то же время он как-то типа карамелизуется, да. С сахаром он становится как бриллиант. Изумруд. В общем. Драгоценность, да. Именно не поджаренный, а тушеный. А потом уже в конце практически, когда выключать, мы прям большими сковородками глубокими как нажали. Мы потом хлебом прям вымакиваешь. Это он когда в маслице сливочном, да, еще протушится. Ммм, вкуснянин, прям слюни пошли. Слюноотделение пошло. В общем, да. Вот так-то. И это больше любили и больше, и чаще ели. А омлет тоже делали. Я не знаю, да я сама в шоке. Прям, да, что у меня на сковороде. Прям хочется сейчас это повторить, да. А с другой стороны, ну, я просто выкину продукт. Вот, просто выкину. Мне кажется, надо было все-таки открыть крышку. Открыть крышку. Крышку оставить на плите выключенной, да, еще горячей. И открыть крышку. Вот. То, что я вспоминаю, да, я крышку практически сразу открывала. Практически сразу открывала. И он тогда сильно не падал. Конечно, он падает так же, как и в духовке он приопускается, да. Но вот так, как у меня сейчас упал. Ну, вы видели, да, я этапно показывала. Он уже поднимался там, прям, все было прекрасно. На старух тоже бывает проруха. Ну, теперь я наелась, да. Теперь надолго хватит мне этого. Теперь еще я туда езжу. Ну, он так-то симпатичненький, смотрите, пупырчатый. Легенький. Легенький прям такой. Дырчатый. Дырчатый. Хрустящий. Хрумкивает, да. В общем, все, мои хорошие. Майонез показала. Омлет показала. Ну, вот так вот. Соду пищевую мы добавляли. Именно. Еще в Казахстане, да. Ну, и здесь, когда я приехала, я... Когда делала, да, я добавляла. Не соду пищевую, а разрыхлитель уже здесь добавляла. Немножечко прям. Чуточку добавляешь. И все. Ну, вот это вот не добавляла в духовке, да. Ну, в духовке, что только дольше. Но он, я знаю и вижу по нем, что он намного вкуснее. Да. Он намного вкуснее. Вот. Так что, вот так вот. Все. Всем всего самого прекрасного. Я хотела еще что сказать. Там видео, перед этим крайнее видео. Рождественский базар на... На замок Шарлотенбург, да. Мы ходили с дочерью в воскресенье. В понедельник я поставила видео, потому что ночью я его обрабатывала, да. Ночью я его загружала на YouTube. Но и ночью я не стала его открывать, потому что... Ну, кто ночью будет его смотреть, да. Я его поставила на час дня вчера. В понедельник. Да, сегодня вторник. Ну, и я не знаю. Люди, вам совсем точно не интересно как раз-то. Ну, как-то странно. Да, его мало посмотрели. Совсем мало. И вот сколько сегодня захожу, смотрю. Потихонечку по одному... По одному человеку смотрят, да. Ну, как-то... Прямо, правда. Аж крылья пускаются. Неужели неинтересно красота, да. Ну, интересно, неинтересно. Я говорила. Если... Я знаю, что кому-то это интересно. Вот. Я знаю. Как минимум двум человекам это интересно. Я точно знаю. Но вот второй из этих двух не посмотрел это видео. И первый еще тоже не посмотрел, но уже знает о нем, да. Мы разговаривали. Человек. Вот. Со вторым еще не разговаривали, но как бы... По-моему, человек в курсе. Но не посмотрел. Может быть, времени нету. Может быть... Ну, не знаю. В общем, как-то вот... Да, когда так происходит, крылышки-то подопускаются. Потому что... Думаешь... Может, ну, нафиг никому не надо. А я тут... Время зря трачу. Потому что доча постоянно на меня бурчит теперь, да. Если мы с ней идем куда-то... Вот с того времени, как я начала снимать видео и прогулки все наши, да. Я же все время уделяю камере. Съемкам, да. Я с вами общаюсь. А она не при делах, получается. Она просто ходит рядом. Она злится, начинает бурчать. Что... Как сказать... Ты не смотришь сама на все это, да. Ты смотришь через камеру. Так это не то. Ну, я понимаю, что не то. А я как... Сперва снимаю. Раз кадр сделаю. Потом бывает... Думаю, ага. Вроде как что-то может не получиться. Я второй кадр делаю. Бывает третий, четвертый, да. На одном и том же месте. Потом я отключаю телефон. Ну, и думаю, из четырех кадров я уж точно один выберу нормальный. И тогда потом начинаю сама смотреть. А ей все это время ждать, да. И вот она не хочет со мной поэтому ходить и гулять. Все время бурчит. Ты не смотришь сама. Ты все через камеру только смотришь. Твои видео никому не нужны. И вот такое вот бурчание, да, когда рядом. И думаешь, правда. Зачем я это делаю, да. А потом кто-нибудь напишет, скажет, что красиво, да, что спасибо за видео, там. Что это все, крылышки тут же кыр-кыр-кыр-кыр-кыр-кыр полетели дальше. Уже есть, чем мне ответить дочери, да. Вот. Шучу. Шучу. В общем, ладно. Будьте все здоровы, счастливы, любимы, любите. Будьте все Богом хранимы, обережены, обезопасены. Ты сейчас правильно сказала? Ну да, вроде бы. В общем, хранимы Богом. Будьте. Да. Всех люблю, ценю и уважаю. Пусть Господь вам посылает свои благословения. И благословения, если это две разные вещи, пусть ваши мечты и желания исполняются, но только при этом, чтобы не пострадала ни одна живая душоночка. Мечтайте так, чтобы никого не задеть. Вот. Не дай Бог. Не дай Бог. Но Бог вам все равно к вам вернется, да. Не хочу, я не желаю так. Не желаю вам никому этого. Вот. Ну все. Будем все Богом хранимы. И мирного неба нам всем над головой, над всей нашей планетушкой земля. Чтобы ни одна живая душа не ходила под пулями, чтобы не... Со страхом, да. Да это Бог. Чтобы когда-то еще при нашей жизни, да, настал тот момент, когда мы не будем бояться выходить на улицу, да, всяких паразитов и людей, которые души свои продают, да, и становятся там уничтожителями других душ, да. Чтобы не свистели нигде пули на всей планете Земля, да. Даже над животными. Даже над животными. Ох. Дай Бог, чтобы это свершилось. Все. Посылаю вам себе. Свой поцелуй. Так, кто не хочет, отвернулись быстренько. Так, в стороночку. Чтоб мимо пролетело. Кто хочет, чечку подстояли. Чипокс прилетело. Все. Наболтала. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok